Приглашение на конференцию. Уважаемые участники конференции, система обеспечения биологической безопасности СССР состояла из внушительной инфраструктуры с учетом огромной территории государства. Была отлажена инфраструктура дальнего обнаружения очагов инфекции и система мониторинга эпидемиологической обстановки как внутри страны, так и по периметру ее границ, что позволяло выиграть время для подготовки к борьбе против инфекций в случае их проникновения внутрь страны. В случаях серьезных рисков также была отлажена система борьбы вспышками инфекций с привлечением органов правопорядка, госбезопасности и вооруженных сил. Вся эта система позволяла надежно обеспечивать биологическую безопасность государства. По мнению специалистов, одна из беспрецедентных операций в СССР была ликвидация вспышки оспы в Москве в 1959-1960 году, в результате чего удалось предотвратить эпидемию в стране и ее распространение за пределы СССР. Масштабы оперативной вакцинации в предельно короткие сроки были действительно беспрецедентными. В течение трех дней распоряжением Московской городской санитарной эпидемиологической станции было доставлено 10 миллионов доз противооспенной вакцины. С момента замоса инфекции в Москву до устранения вспышки прошло 44 дня, а с начала организованной борьбы со вспышкой инфекции до ее полной остановки только 19 дней. Операцию по ликвидации вспышки оспы в Москве в конце 50-х годов, несмотря на ее давность, можно считать показательной для получения представления о работе целой системы с задействованием сети научно-исследовательских институтов, лабораторий, подразделений правопорядка, госбезопасности, вооруженных сил и так далее. Однако после так называемого развала, а на самом деле поражения в СССР в холодной войне, существующая система биологической безопасности была разрушена, а в ее основе легли так называемые общепризнанные принципы и нормы международного права. Более того, приоритет общепризнанных принципов и норм международного права над национальным был закреплен в Конституциях наших стран. В Конституции России это статья 15.4, где указывается, что общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью ее правовой системы. В Конституции Армении это статья 5.3, в которой закреплен безусловный приоритет норм международных договоров. В 2015 году председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыгин высказался за устранение положения о безусловном реалитете норм международного права над национальным законодательством, назвав его правовой диверсией. Для того, чтобы понять, что из себя представляют общепризнанные принципы и нормы международного права, которые имеют отношение также и к области биологической безопасности, обратимся к действующему постановлению Верховного Суда Российской Федерации номер 5 от 10 октября 2003 года с поправками от 5 марта 2013 года, в котором подробно описывается значение этого понятия. Суммируя текст постановления Верховного Суда РФ, процитирую некоторые его ключевые положения. Цитирую. Под общепризнанными принципами международного права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, я подчеркиваю, императивные, то есть обязательные, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо. Под общепризнанной нормой международного права следует понимать правила поведения, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, в качестве юридически обязательного. Содержание указанных принципов и нормы международного права может раскрываться в частности в документах организации объединенных наций и ее специализированных учреждений. Они, то есть общепризнанные принципы и нормы международного права, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Конец цитаты. В постановлении Верховного Суда ИРА говорится, что содержание общепризнанных принципов и нормы международного права может раскрываться в документах специализированных учреждений ООН. В сфере биологической безопасности таким специализированным учреждением является Всемирная Организация Здравоохранения. То есть наши страны на уровне Конституции и законов закрепили приоритет принципов и нормы Всемирной Организации Здравоохранения в области биологической безопасности. Более того, мы приняли, что принципы и нормы Всемирной Организации Здравоохранения в наших странах определяют смысл, содержание и применение всех законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Теперь зададимся вопросами, учитывая последний 30-летний опыт наших стран и последнюю эпидемию коронавирусной инфекции, руководствуясь принципами и нормами Всемирной Организации Здравоохранения и закрепив их приоритет, насколько эффективно нам удавалось справляться с распространением инфекций, инфекций и в целом обеспечивать биологическую безопасность наших стран. И второй вопрос, если биологическая безопасность это часть национальной безопасности, то существуют ли в документах Всемирной Организации Здравоохранения сформулированные цели и задачи по обеспечению национальной безопасности других стран в контексте обеспечения биологической безопасности. Таких целей и задач Всемирная Организация Здравоохранения не только не ставит, но и продвигает национальные интересы одной страны, Соединенных Штатов Америки. Для ликвидации вспышки ОСПОИ в СССР в конце 50-х годов потребовалось 44 дня. А в 21 веке с этой коронавирусной инфекцией мы мучаемся уже больше года, теряя человеческие жизни и неся экономические потери. Всемирная Организация Здравоохранения в свою очередь высказывается о возможности начала новой пандемии из-за мутации коронавируса. Неясно, когда же эта проблема будет наконец-то решена окончательно и сколько это будет продолжаться. В 2017 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил, что по всей стране целенаправленно и профессионально собирается биологический материал по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Нетрудно догадаться, кем, когда и против кого этот биологический материал может быть использован. Для обеспечения биологической безопасности нужны поставленные и сформулированные соответствующие цели и задачи в виде государственной стратегии, то есть идеологии. Но и здесь мы сталкиваемся с конституционными преградами. В частности, в Конституции России, в статье 13.2, действует запрет на государственную идеологию. А согласно статье 8 Конституции Армении, в республике Армения гарантируется идеологическое многообразие. Это означает, что идеологией в наших странах может заниматься кто угодно, но государство лишено права иметь доминирующую идеологию в государственном строительстве. В обществе могут быть разные идеологии, но государство не может не иметь доминирующую идеологию для государственного строительства. В условиях приоритета общепризнанных принципов и норм международного права над национальным и отсутствие доминирующей государственной идеологии в государственном строительстве. Попытки обеспечить биологическую безопасность будут носить ситуационный характер. Максимум будут направлены на смягчение ударов извне или на борьбу с последствиями. Исходя из вышесказанного, предлагаю следующие необходимые, на мой взгляд, шаги. Первое. Интенсивно продвигать на всех возможных площадках идею проведения конституционных реформ по отмене приоритета общепринанских принципов международного права над национальным и по отмене запрета государственной идеологии. Это позволит получить право на разработку собственной государственной идеологии, передать права и полномочия по разработке стратегии, в том числе в области биологической безопасности, от международных специализированных учреждений к национальным институтам. Второе. В рамках ОДКБ продвигать идею о создании единой независимой системы биологической безопасности с профильными научно-исследовательскими институтами, различными службами и лабораториями, с инфраструктурой дальнего обнаружения очагов инфекций, с системой учений с привлечением органов правопорядка, госбезопасности и вооруженных сил. И третье. Продвигать изменения в нормативно-правовую базу ОДКБ с целью запрета деятельности военных биологов третьих стран на территориях стран-членов ОДКБ. Реализовать вышеперечисленные задачи непросто, но интенсивное продвижение этих идей с целью формирования всеобщего мнения об их безальтернативности необходимо начать прямо сейчас. В деле обеспечения биологической безопасности нужен системный подход. Необходимо менять всю систему в соответствии с нашими национальными интересами. В условиях ужесточения геополитической конкуренции нынешняя система не позволяет решать вопрос эффективной нейтрализации биологических угроз. Сотрудничество с международными структурами и специализированными учреждениями нужно для обмена опытом и координацией действий по обеспечению биологической безопасности по всем мире. Но только нам решать, как обеспечивать биологическую безопасность внутри наших стран. Право самим решать свою судьбу в сегодняшних условиях приобретает особую ценность, и за это право нужно побороться. Уверен, что вместе мы сможем это сделать. Спасибо за внимание.